На конкурсах и фестивалях чаще всего привлекают внимание документальные фильмы. Широкую публику эти картины, увы, интересуют мало. Однако в Сибири этот вид киноискусства долгие годы являлся одним из самых популярных. Режиссеры фиксировали на пленку невиданную раньше жизнь коренных народностей нашего региона. Чем так привлекает авторов эта тема, пытался разобраться Павел Желудев в рамках традиционной рубрики про нас. Камера, герой и невыдуманные истории. Именно в таком виде сформировалось документальное кино. И даже спустя столетия основные принципы этого жанра изменились незначительно, в отличие от содержимого. Для французов, которые снимали Иркутск в 1919 году, диковинами были даже городские жители далекого края. Однако уже спустя несколько лет кинохроника открыла куда более удивительный мир. Создателем киноиндустрии в Иркутске считается Антон Михайлович Донателло. Его студия занималась производством документальных фильмов на протяжении 12 лет, с 1908 по 1920 годы. Главными темами была съемка городских праздников и приезд высоких персон. После прихода советской власти Донателло был вынужден эмигрировать, а все снятые фильмы либо сгорели, либо были утеряны. Уже в советское время ключевой темой для документалистов в Сибири стали разнообразные коренные народности. Причем популярностью они пользовались не только среди местных режиссеров. В 50-е годы француз Крис Маркер посвятил нашему краю фильм «Письмо из Сибири». Забирались авторы и в самую глубинку. Будущий лауреат европейских кинофестивалей литовец Шарунас Бартас начинал свой творческий путь в Тафаларских деревнях и среди Саянских гор. Причем, в отличие от предшественников, демонстрировал он всю изнанку жизни вдалеке от цивилизации. Местные режиссеры не всегда могли позволить себе такую роскошь. В Иркутском областном кинофонде на Бобинах до сих пор хранятся 8,5 тысяч киноработ. Значительная их часть – киножурналы. В советское время этот формат был наиболее популярным. Однако темы для сюжетов и фильмов определяло государство. Оно же строго следило за правильным взглядом, в том числе и на жизнь малых народов. Была обязательная отсмотр работ. И, конечно же, некоторые работы, как рассказывают старожилы студии, полностью не утверждались, полностью материал выбрасывался, потому что он чему-то там не соответствовал и комиссия его не приняла. Поэтому это, конечно, были очень четкие задачи государства по пропаганде различных образов жизни, которые ведут национальности. Культура разных народов продолжает привлекать уже современных авторов. Режиссер Анастасия Зверькова как раз сейчас работает над одним из таких проектов. Он будет посвящен поискам японского офицера, портрет которого еще со времен Второй мировой войны хранился в иркутской семье. А совсем недавно состоялась премьера еще одного фильма, в центре которого история известной бурятской певицы Бадмаханды Аюшеевой. Работать с такими героями, по словам режиссера, не только интересно, но и полезно. Языковой барьер в определенной степени документалистики помогает, потому что человек имеет возможность говорить на своем языке при режиссере, при съемочной группе. И он считает, что то, что он говорит на своем языке, это непонятно остальным. И он в этом плане себя не сдерживает. То есть он открыт, он естественен. Мир национальных культур для режиссера – настоящий кладезь историй, особенно в Сибири. Поэтому, несмотря на то, что документальное кино сейчас не особо популярно, всегда найдется человек, которому хватит камеры и героя, чтобы рассказать простую, но настоящую историю. Павел Жолудев, Владимир Пинаев. Новости по будням.